Можно сказать, что это оружие Майя отправляет нас в глубокий темный колодец. И что это такое? Это жадность, гнев, похоть. Все это оружие Майя. Она дает нам все типы невежества. И чтобы выбраться из этого колодца, нам нужна милость. Милость Гаванитая, Кришна, Балагама, Баладевы. Мы не можем видеть одновременный восход Солнца и Луны. Они восходят одновременно. Но в Гавдадеше это происходит. Чтобы пролить милость на обусловленные души, Гаванитая приходит вместе. Обусловленные души находятся сейчас в невежестве. И пока Луна и Солнце не взойдут вместе, мы не сможем выбраться из невежества, понять татру, понять истину. Одновременно нужна милость Гава и Нитая. И что это за милость? Милость Кришны и милость Гуру. Гава это Кришна, а Нитая это Гуру. Когда темно, все несчастливы. Когда есть свет, то приходит счастье. Когда восходит Солнце и Луна, человек обретает васту Пракаш. Он может видеть настоящие вещи, реальные вещи. В темноте не видно реальности. Все по-другому в темноте. И поэтому человек не может понять свою дхарму, свои обязанности. Все, что он делает, это ложная деятельность. Все это майя. Обязанность Чантры и Сури вывести нас из тьмы и дать свет. Вывести нас из мая и дать нам абсолютную истину. Что же это такое, абсолютная истина? Татва Васту. Это Бхагаван Кришна. Если человек узнает Бхагавана Кришну, он обретет предное служение. И в итоге получит премию. Благодаря воспеванию Харинам, человек обретет все блаженство. Все виды блаженства придут к нему. Когда тьма уходит, мы начинаем все видеть вокруг. Но внутри может оставаться тьма. Два брата, которые не так приходят, чтобы рассеять всю тьму, эту тьму. И как? Как это происходит? После миллионов и миллионов рождений, после миллионов и миллионов разных тел, мы получили это очень редкое человеческое тело. В этом теле мы можем обрести истинную Атху. Истинное благо. Парамартху. Гаруни Тай могут дать нам Парамартху. Или по-другому Панчаму Парушатху. Высшую Парушатху. Это према Памартха Махан. Два брата дали нам двух Бхагават. Книгу Бхагаватам и Бхакту Бхагаватам. Кто такой Бхакта Бхагаватам? Это Гуру Дев. Если человек следует Бхагавате, он обретет према Дхану, богатство любви. Следует за Бхагаватой. Джива не наслаждается нектаром Бхакти. Сейчас Дживы лишены этого нектара. Поэтому Гаруни Тай дали нам нектар Бхакти, Бхактирасы, через двух Бхагават. И зачем нужна эта Бхактираса? Благодаря Бхактирасе мы сможем связать Господа в своем сердце. Мы разорваем любовь к Господу. А зачем мы сейчас так бежим за этой тьмой? Она ничего нам не даст. Сердце полно радости и любви к Кришне. Столько много блаженств. Мы столько сейчас усилий совершаем. Разные упражнения совершаем. Йога и так далее. Но дает ли все это нам блаженство? Мы сейчас обманываем сами себя. Мы бежим за ложными религиями. Мы стремимся к Дхарме, Архе, Каме, Мокше. Столько всяких желаний сейчас у нас. Все это невежество. Поэтому пришли два брата, чтобы рассеять это невежество. Иначе никто во тьме не увидит Татва-Васту. Можно пытаться все самостоятельно постичь, изучить. Но при этом не развить любовь ни к одному Бхакти. Можно оставаться Брахмачари, совершать аскезы. Но не иметь никакой привязанности, никакой любви к Бхакти, к настоящему Бхакти. Тогда что толку от всего этого? Зачем все это? Сколько есть типов невежества? Их пять. Допустим, считать тело душой. Считать целью жизни чувственное наслаждение. Считать тело Господина. Скорбеть без нужды. Считать, что есть что-то выше Господа Кришны. Когда мы совершаем какую-нибудь Пуджу, любую Пуджу, мы прежде произносим Мангала Чарана. Мы приносим поклоны Верховной Личности, которая разрушает все препятствия. И теперь пришли Гарни Тай. Теперь я приношу свою поклоны Гарни Тай. Чтобы все препятствия разрушились. И мое желание исполнилось. Сейчас мы стали очень печальными, беспокойными. В эту карьеру все люди беспокоены. Но свет Гарни Тай спас нас. Что они сделали? Они сделали Нама Примама. Они сделали гирлянду. Из чего? Это цветы, необычные цветы. Это цветы Наама. И нить, на которую они нанизали эти цветы Наама. Это према. Любовь. Они дали эту гирлянду всем и каждому. Что произойдет, если каждый возьмет эту гирлянду? Весь мир переполнится потоками, волнами любви. Шутеры не могут совершать ритуалы. Не разрешать всем. Старики вообще ничего не могут делать. Дети. Да? Что они могут? Но все могут воспевать. Хари Кришна, Хари Кришна, 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 Хари Хари. Хари Рам, Хари Рам. Рам Рам. Хари Хари. Таким образом, два брата поместили нас в океан потоки любви. Надо хорошо понять эту татва гьяна, Дивиогьяна. Кто ее дает нам? Гуру дает нам знания. И также он забирает греховные реакции через дикшн. И зачем гуру дает Дивиогьяна? Мы сейчас имеем столько знаний об этом теле. И вообще все эти наши знания только о теле. У нас нет знания об Атме и нет знания о Кришне. И нам нужен гуру. Когда мы примем прибежище отростных стоп гуру Дева, тогда мы обретем Дивиогьяна. Как принять прибежище отростных стоп гуру Дева? Без всякого лицемерия, без всякого дуличия. Иначе нам не обрести Дивиогьяна. И пока мы не обретем Дивиогьяна, что будет с нами? Мы будем вращаться в цикле рождений и смерти. Наши страдания не покинут нас. Почему так? Столько желаний у нас для этого тела. Столько мы всего хотим для этого тела. Мы постоянно думаем о временных вещах. Чтобы думать о вечном, нам надо развить отношения с вечным, с Бхагаваном, с Кришной. Надо идти к Атме, к Бхагавану. Раньше я курил, допустим. И когда некурящие говорили, мне брось курить. Я отвечал, вы не понимаете, какое удовольствие это мне приносит. Но сейчас, видя курящего человека, я переживаю. Я думаю, как он страдает. Почему? Я соприкоснулся чуть-чуть с вечным, с абсолютной истиной. И у меня появилось сострадание. Кто нам расскажет о вечном? Кто даст нам зрение? Гуру Дэр. Нам надо служить. Гуру Пад Падна. Потому что он знает вечную обитель, где мы сможем обрести все блаженство. Мы обретем према-бабхи. Шри Гуру Чана Падма. Что значит Шри Гуру? Шри – это вся красота, все богатство, это все вкусы, все виды, газ, вкусов. Шри Гуру существует всегда. Что значит Гуру ушел? Он просто ушел из нашего поля зрения, как солнце. Зашло за горизонт, но оно не исчезло. В этом мире мы все можем обрести благодаря Гуру, по милости Богу. Он может освободить нас от рабства здесь. Его стопы сравнивают с лотосом Падма. Почему? Нектар, исходящий от лотоса, очень вкусный, сладкий. И он имеет целебный лечебный эффект. Падма Матху над лотосом исцеляет зрение. Когда глаза освободятся от болезни, они станут очень могущественными. Они смогут увидеть божественный образ Радхи Кришны. Когда человек видит все, когда уже нельзя сказать, что он слепой или что тьма вокруг. По милости Шри Гуру, человек сможет видеть абсолютную истину. Нет больше никакой тьмы. Если человек не принимает Шри Гуру, тогда он во тьме. Столько блага мы получаем от меда, исходящего от столбку. Сила приходит к нам. И что это за сила? Это Криппа Бааа, сила милости. Это сила, которая поможет нам обвести Кришну. Это не материальная сила. Гурдеб дает нам мед, который делает нас сильными духовно. Поэтому лотосные стопы Гурдеба очень привлекательны, очень красивы для учеников. Другое имя лотоса Падна – это Панкаджа. Панкаджа – это значит не оскорняется, не загрязняется, не смачивается. Также Гуру – он не оскорняется этим миром. Он путешествует повсюду, но не попадает под влияние этого мира. Гурдеб – это Нитянанда Пракаша Викраха. Воплощение Нитянанда Прабу. Кто не принял прибежищу Нитянанда Прабу, имеет столько беспокойства, столько страданий у него. Атхиатмика, Атхибаотика и Атхидайника – вот эти три вида жара, три вида страданий. Джива неспокойна, нет блаженства и покоя. Где бы ни была Джива, если она примет прибежищу Гуру Падападну, она освободится от всех беспокойств. Махапрабу говорит, мое путешествие в Гаю стало успешным. Так как я увидел твои отыскные стопы, там говорит своему духовному учителю Мишвай Паду. Нет больше беспокойств, теперь я принял прибежище. По великой удаче я обрел семя Лианы Бхакти. Теперь Джива становится садовником. Лиана Бхакти растет в сердце. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова